Приветствую вас, Светлана. Давайте разберем вопрос, которых вы задаете. Он у вас не простой, потому что не совсем понятно здесь, что из чего вырастает и проистекает. Конечно, некоторые причинно-следственные связи с вами выявлены, но некоторые все равно остаются под достаточно большим вопросом. Трудность добавляет еще и то, что вы зачем-то много слушаете психологов, читаете про отношения и материнство. То есть, по сути, вы наполняете себя знаниями, но ни одни знания не решают проблем, если эти проблемы существуют. Я имею ввиду психологические. Поэтому, получается, что знания используются для рационализации своего состояния, для попытки так или иначе объяснить свое состояние и для попытки занять наиболее удобную для вас позицию. Но, к сожалению, удобную не с точки зрения настоящего удобства, не с точки зрения удобства истинного, что называется. Хотя, безусловно, я полагаю, что у того, что вы читаете много про отношения и материнство, и у того, что вы слушаете психологов про отношения, есть причины. И причины эти, как мне кажется, никак не связаны с тем, что период турбулентности в вашей жизни прошел, как вы говорите. Ну, давайте по порядку. Когда я думаю о браке с мужчиной, я не представляю, что и как там делать. Такое ощущение, что эта программа не заложена у меня в голове. Ну, вы знаете, Светлана, вот что странно здесь. Вы думаете о браке с мужчиной, хотя самого мужчины у вас нет. Как можно думать об отношениях с кем-то, если этого кого-то не существует, при условии, что люди определяют отношения? Для меня вопрос. Если вы считаете, что в браке есть какие-то общие модели поведения и какие-то общие регламенты, вы ошибаетесь. Потому что каждый человек индивидуален и приносит в отношения что-то свое. И, соответственно, эти самые отношения, которые выстраиваются из индивидуальности двух людей, собственно, и создают основу для того, что нужно делать в браке. Но до того, пока эти люди не встретятся и не встретятся, естественно, вы не знаете, как вести себя в браке. Это нормально. Ну, как бы, знаете, если мы говорим о любой профессии, например, как играть в футбол, если ты не на поле, без мяча и, в общем-то, в горах. Как бы тут, хоть думай, хоть не думай о футболе, а получится, да? Как, например, боксировать, если ты плывешь в воде? Ну, то есть, хоть думай о боксе, хоть не думай, а разницы никакой. Вот. Поэтому здесь очень важно понимать, что вы думаете о браке с мужчиной, потому что вы этого брака хотите. Желание брака с мужчиной никак не связано с тем, на основании чего этот брак вы можете выстроить с мужчиной. Понимаете? Желание брака – это потребность в браке, но выстраивание брачных отношений имеет свой вектор. И чем больше данный вектор связан с потребностью вашей в браке, тем менее здоровыми будут ваши отношения, к сожалению. Поэтому, когда я думаю о браке с мужчиной, соответственно, вы думаете обоим, чего вы хотите. Я не представляю, что и как там делать. Ну, опять же, да. Почему вы считаете, что вы должны представлять, что и как там делать? Это странно. Для чего вам представлять, что и как так делать? Почему бы не... Ну, почему бы, допустим, не положиться на, там, себя, на свою интуицию, например? Почему бы не положиться на свою импульсивность в данном случае, на спонтанность? Почему бы не положиться на то, чего я хочу, а чего не хочу делать в браке? Зачем представлять что? Дальше. Такое ощущение, что эта программа не заложена в голове. Ну, это больше рационализация, потому что определенные сферы человеческой жизни, как бы, могут вызывать подобные чувства, но это не связано с установкой программы в голове. Это связано немножко с другим. Дальше. Эти новые роли вообще не представляю, как себя вести. Что это? Да, в общем-то, ничего, просто отсутствие опыта и требования от себя этот опыт их не иметь, с одной стороны. С другой стороны, это может быть страх серьезных отношений, страх брака, если у вас есть в прошлом опыт негативного брака, например, у ваших родителей или у ваших знакомых, у вашего окружения и так далее. То есть, здесь вот такой вот момент. Может быть, это бессознатный страх потерять свободу. Такое тоже бывает. Вот, связано это также с психологическими проблемами человека конкретного, но и порой с неверными представлениями социальными. О браке, то есть это стереотип. Негативность семейной жизни, неуверенность в себе, страхи мне еще раз. Не знаю, нужно с вами пообщаться, так вот сказать на скидку слов. Так, видите, мне много слышала психологов, много читала про отношения материнства. Зачем? Главное, зачем? Зачем? Вы забиваете себе голову лишними знаниями, которые вам по факту не помогут. Дети друзей и знакомых ко мне тянутся. И что? Чувствуют тепло и ласку. Могут чувствовать что угодно. Вопрос в том, что это такое тепло и ласка важно, что это? Часто бывает так, что человек дает тепло и ласку другим, не дает тепло и ласку себе. Дети чувствуют такого человека, чувствуют. Тянутся они к нему? Конечно. Как бы гармоничен ли такой человек? Нет. Некоторое время я работал в детском саду, она из воспитателя и сказала, что у меня есть потенциал для того, чтобы стать воспитателем. Знаете, мне такое ощущение, что вы пытаетесь одобрение получить. То есть не просто, например, пробовать себя в чем-то, да, реализовываться, добиваться чего-то. А именно вот что мнение других о вас. То есть сказала воспитательница, что у вас есть потенциал воспитателем. Ну и что? Опять же. То есть какое это значение для вас имеет? Или вы считаете, что воспитатель это то же самое, что родители? Нет, это не то же самое, что родители. Совершенно не то же самое. Ну, типа, то же самое, как, например, там, человек, который... Тоже боксер. Боксер. Человек, который умеет драться. Да. И какой-нибудь уличный боец, да, у которого навыки только вот чисто такие. Практически. Тут не спортивные, ничего. Ну и типа... Да, разные совсем. Разные весовые категории. Разные плюсы и минусы. Такого подхода. Так что, не знаю, вы... Все в кучу мешает. Уже такое ощущение, что вы считаете, что вы должны выйти замыслить, если должны родить ребенка. Ну, не очень понимаю, зачем. Зачем. В моей жизни я прошел этап неопределенности поиска себя, когда кидается в сторону. Ну, знаете, Светлана, я бы не сказал, что ваш этот период прошел. Ну, извините, конечно. Ну, я бы не сказал. Теперь есть вектор развития, хочется стабильности. Понимаете, тут момент в том, что векторы развития это и есть стабильность. И тот факт, что вам с собой неинтересно, гораздо таки свидетельствует о том, что вектора развития у вас нет. Тот факт, что вам хочется разделить, что это с кем-то, также свидетельствует о том, что вектора развития у вас нет. А это значит, что вы себя обманываете. Почему я так говорю? Дело в том, что вектор развития это понимание того, что я хочу делать, что я хочу привносить в мир, что я хочу, например, производить, что я хочу делать, как я хочу реализовываться. И этого вполне достаточно для того, чтобы сохранять интерес самому собой и не нуждаться в других людях. У вас чудесным образом вектор развития сочетается с желанием стабильности. Хотя вектор развития это и есть стабильность. Но если вам хочется стабильности, значит сами себе стабильность дать вы не можете. А это значит, что вы не доверяете себе. Это значит, что у вас есть проблемы с личными границами, потому что вы чувствуете себя незащищенной. и через брак, и через ребенка вы надеетесь получить эту самую защищенную. Можно, конечно, но будет ли такая семья и такой ребенок счастлив? Вот. В том, что в некоторых случаях ребенок, оказавшийся под опекой воспитателя, может быть более счастлив, чем родной ребенок такого воспитателя. Дальше. Сейчас я задумываюсь о том, что одной уже не интересно. О каком векторе развития тогда идет речь? Хочется в мире тут разделить с кем-то. О каком векторе развития тогда идет речь? Если вам собой не интересно, то есть вы не самодостаточны. Если вам хочется с кем-то разделить, то есть вам опять же самой недостаточна. Понимаете, если вы сказали, что мне хочется дарить ласку и тепло, да, если вам там, допустим, хочется что-то делать для кого-то. Я бы это понял. Это действительно в какой-то степени прообраз, прототип родительского поведения. Когда мне хочется что-то делать для кого-то. Почему просто так? Давай вот просто так. Просто делать и все. Я бы понял. Хотя тут тоже есть нюансы. Но то, что говорите вы, что вы пишете по поводу того, что хочется разделить с кем-то, и что не интересно с собой, это про другое. Это про то, что вам некомфортно с собой. Это про то, что у вас как раз таки проблема, повторюсь, с вектором развития. Или вектор развития выбран неверно. Выбран в сторону семьи. Это не развитие. Вот именно в индивидуальном смысле слова, именно в контексте индивидуальности, именно в контексте личности, это не развитие. То есть да, это естественно, это нормально, и это хорошо, здорово. Семья, дети и все. Но это не развитие. Знаете, какая штука. Так что вы путаете, опять же. Может быть это связано с тем, что у вас слишком много информации, у вас уже каша в голове, а собственно почему я и говорю что-нибудь, что не нужно. Может быть с чем-то еще. Но в голове мысли, что я не знаю как это быть с кем-то, так и не узнаете пока не быть с кем-то. Как это узнать? Как будто не установлена эта программа. Ну вот установлена эта программа, вот хотелось бы конечно поговорить о природе такой вот мысли, формированной такой мысли. Почему вы считаете, что без опыта, да, без непосредственного взаимодействия с опытом можно чему-то научиться? В связи с этим незнанием стараюсь подстраиваться под каждого человека, чтобы стать той, которая ему нужна. Но опять же, Светлана, это не про вектор развития. У того, у кого есть вектор развития, никогда подстраиваться ни под кого не будет. А то, что говорите вы, означает, что вам человек другой, под которого вы подстраиваетесь, важнее себя. То, что говорите вы, что вы подстраиваетесь, свидетельствует о том, что себя-то вы не цените, себя-то вы не уважаете собой, то можно пренебречь ради того, чтобы быть с кем-то. Но если с собой можно пренебречь, значит у вас, как минимум, занижена самооценка. Помимо тревозности, которая связана с тем, что вы чувствуете незащищенность. Что со мной? Сложно сказать. Нужно с вами общаться. В какую сторону работать над собой? Вам? Ни в какую. Ни в какую. Только со специалистом, Светлана, только со специалистом. Я думаю, что вы уже себе самолечением в достаточной степени навредили. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Вот. Я надеюсь, что вы подумаете. Я надеюсь, что вы сделаете определённые выводы. Вот. И надеюсь, что всё-таки доверите профессионалам делать свою работу, а сами будете той, кем вы являетесь. Спасибо.